Всем добрый вечер! И давайте мы сразу начнём. Сегодня и завтра у нас два дополнительных занятия к нашему онлайн-проекту «Найди мир в себе и раскрои себя для мира» либо «Семь ступени самореализации». Мы с вами провели два первых занятия, где мы прописали много всего и своё видение, и цели, и планы, и мечты, и конкретные шаги. И давайте посмотрим, какие у вас есть вопросы. Сначала пройдёмся по вопросам, чтобы я понимала, где вы, каждый из вас. Посмотрим, какие у вас сложности были, все ли прописали всё. И если вопросы, потому что некоторые из вас к ним уже написали, что как только начали прописываться шаги, планы, действия, сразу пошли уже и страхи, и сопротивления. Если можно, прям каждый из вас напишите, что происходит у вас, всё ли понятно. Кто-то из вас написал ко мне с просьбой, чтобы было не аудио, а видеозапись. Вы знаете, все слайды я помещу в отдельную папку, они у вас все будут. Пока я сбросила вам все ссылки, а буквально сегодня я скачаю всё в одну папку, и те же слайды я вам всё туда выставлю. У вас будет возможность в этой папке скачать себе и слайды. Какие у вас есть вопросы, напишите, пожалуйста, как вообще прошла первая неделя февраля для вас. Кто-то может уже даже заметил какие-то сдвиги, либо какие сложности. Давайте мы пообщаемся какое-то время, чтобы я понимала, где вы и что вы. Если вдруг кто-то из вас не в проекте, ну малый, да, то тогда просто послушайте, потому что сегодня будет хорошая практика, глубокая. Ну и затем уже, может быть, вдруг у вас появится решение, либо желание вступить в проект. И это ещё можно будет сделать несколько недель, я позволю, а потом уже закроется полностью принятие. В феврале, я думаю, я ещё позволю кому-то вступать в проект с таким расчётом, что вы сможете всё сделать, там, запустим, ну, за короткий период, за неделю и так далее. То есть всё равно в феврале нужно пройти, чтобы у вас была целостность и вы не отставали. Хорошо, есть сдвиги, супер. Что у кого не получается, где вы уже застряли, может быть, какие-то есть вопросы, и нужно что-то разъяснить. Те, кто оплатил, я записи всем выслала. Если кому-то вдруг не выслал, значит, вы не добавили скайп и не заявили о себе. Добавьте скайп, пожалуйста, ко мне и скажите, с кем вы участвуете, когда оплатили и так далее. Потому что все, кто заявил, всем я сбросила уже. Столько всего всплыло, да? Обиды, раздражения, неприятия в отношении работы и мужчин, директор-мужчина. И сразу оговорюсь, если у вас всплывает уже что-либо, знаете, что в YouTube есть практика проработки и страхов, и ограничений. Элементарно, как только вы заметили, что у вас всплывает, в субботу я вам дам практику дыхания, либо просто делаете дыхание, которое есть в YouTube на моём канале, любое дыхание, допустим, куда-либо не дыхание, либо делаете практику трансформации ограничений, чтобы либо какую-то другую медитацию с просьбой, всё, что всплыло, преобразовать в свет творца. Нет смысла это всё проживать, нет смысла с этим застревать, тем более, и ходить. Есть, конечно же, смысл это всё проработать тут же, самостоятельно, ну или в крайнем случае, если у вас не получается просить помощи. Если вы ко мне обращались за раскопкой, либо кому-то ещё, либо бары себе делаете, многие из вас уже знают, что такое. Есть сеанс баров в YouTube на моём канале, есть сеанс исцеляющий на моём канале. То есть, в принципе, инструменты есть, даже в свободном доступе вы просто берёте и делаете элементарно. Поверьте мне, когда, допустим, у меня что-то всплывает, а учитывая то, что у меня и вы, группа, и обучение, и так далее, то иногда всплывает, я просто слушаю какую-то медитацию, либо погружаюсь и прошу, чтобы творец полностью всё рассоздал, завершил. И это происходит довольно-таки быстро. Допустим, моё состояние вчера и сегодня кардинально отличается, и действительно население происходит в моменте. Очень хорошо, что вы ощущаете, что прошлое для вас ушло и осталось позади. И надеюсь, что вы уже совершаете шаги конкретных действий, прописали всё. «Сомнение и ленность одолевают». Да, сомнение и ленность, может быть, это как инертность, как привычка, и сомневаться и лениться. Ничего удивительного, иногда это происходит. Либо это просто привычка лениться и ничего не делать, никуда не идти, и жить как есть. Но опять-таки, если у вас всё-таки есть большая цель, вдохновляющая, то, что я прослала вас прописать, в этом случае вы, даже если вы там какой-то день поленились, вы понимаете свои записи. И ещё раз я говорю, что лучше всего, конечно, заглядывать в свои записи каждый день, что-то добавлять, допустим, корректировать. Если вдруг один день, допустим, поленились, либо чувствовали себя не очень хорошо, и что-то пропустило, ничего страшного. Снова возвращайтесь к вашему плану, к тому, что прописано, и просто начинаете заново делать всё. Обида, жалость себе. Что касается обидных мужчин, есть медитация про ботканутые мужчины. Вы можете это сделать очень легко на моём канале, либо какую-то другую найти. Что касается вопроса по книге, экономический менеджмент, это я вернусь. И на самом деле от вас требуется огромных шагов, инвестиций и так далее. Здесь можно осознать, что можно сделать маленькие шаги, доступные вам, которые будут являться вот таким вкладом. И что касается, как это может быть реально быстро, не вижу конкретных шагов. То есть вы работаете на работе какой-то, не осознаете свою миссию, допустим, и вам хочется что-то изменить, и вы реально не видите, как это сделать. Вы знаете, я же вам говорила на презентации, что на самом деле этот проект также является для вас возможностью запустить процесс и начать видеть и прописывать, и действовать по-новому, познавать себя нового, приходить к себе всё больше и больше, и осознавать с каждым днём, что конкретно вы могли бы сделать для мира, что бы вы хотели делать на самом деле. И это будет процесс. Те из вас, кто желает прямо сегодня и завтра результаты, иногда это не происходит, иногда реально необходимо сделать конкретные шаги. И я ещё раз хочу сделать акцент, что даже когда вы учились делать что-либо, допустим, ездить на велосипеде, наверняка вы не сели сразу же и поехали на велосипеде. То есть наверняка был и страх, может быть, большой велосипед, когда вы садились и падали, возможно, вам оказывали помощь, видя колёс дополнительной поддержки, возможно, вы били коленку и так далее. И, возможно, после того, как вы упали, вам вообще не хотелось садиться на велосипеде, и всё же проходило время, и вы решали снова учиться, да, и всё-таки пойти и научиться делать это. Поэтому если вдруг стопорит в плане «не знаю, что делать», либо вроде хочется делать, но есть остановки, да, просто необходимо искать снова и снова и спрашивать себя, «что бы я хотел делать», «что бы я хотела делать» и проводить исследования. И чем быстрее вы сделаете это для себя, то есть чем быстрее вы соберётесь и осознаете, что бы вы хотели делать, что вам нравится делать, либо что вас вдохновляет, что делают другие люди, и осознаете, будет ли вам это приносить удовольствие. Здесь всё очень дуально, понятное дело, да? Но если совсем-совсем не знает, просто необходимо следовать снова и снова, давать задание по сознанию, даже на ночь распасть, чтобы ваше сознание показало, что вы могли сделать. И опять-таки, когда вы уже узнаете, что вы можете сделать, начните делать маленькие шаги, потому что иногда мы ожидаем результатов очень быстро. Вот очень хорошее было у меня сообщение в скайпе, кто-то из вас написал. Женщина писала, что «Татьяна, вы делаете столько много шагов, вы делаете столько много действий, столько много вклада вносите, и я сделаю что-то маленькое и уже ожидаю результат». Понимаете, у нас есть тенденция ожидать чудес от пространства. Чудо — это замечательно, жизнь — это чудо. И всё же формула успеха — это ваше намерение, это ваше конкретное действие и божественная милость. И если вы не включаете в эту игру, а именно этой игривости и способности творить, действовать, взаимодействовать, увлекаться этим, находиться в потоке жизни, творчества, многим это не хватает. Многие очень пассивные, инертные, их сделают чуть-чуть и уже хотят, чтобы было много. Но, моя хорошая, даже если вы посеяли маленькое-маленькое семя, и вы желаете, чтобы сейчас уже из этого одного семя вырос огромный лес с плодами. Ну, бывает и такое, почувствуйте, да, это. Поэтому всё взаимосвязано, всё понятно. И если вдруг вы ожидаете мгновенных результатов, то просто осознайте, что да, иногда необходимо посеять вина, их поливать, взращивать, чтобы они взросли. И не все из вас начинают с нуля, многие из вас уже на пути. В этом случае, конечно, проще. Вы можете сделать, посеять как можно больше семян, допустим, в феврале, да, в марте, и вы реально начнёте видеть плоды уже сразу, возможно, кому-то много. Зависит, опять-таки, от того, насколько вы уже ранее посеяли семена, но пока не получали плоды. Так что вот тем из вас, кто совсем-совсем не знает, просто я предлагаю не то, что говорить «я не знаю и не понимаю», а снова и снова спрашивать себя, что возможно, как я могу это сделать, что я могу сделать, что я могу исследовать, чему научиться, у кого научиться, либо какие шаги я могу сегодня совершить. Даже если у вас есть основная работа, у нас у всех есть часы после работы, выходные. Если вы узнали, как много я тружусь, то есть как много я времени уделяю всем процессам, потому что происходит в моём пространстве, это гораздо больше, чем 8 часов в день, это гораздо больше, чем даже 16 часов. Так что да, возможно, я же вам говорила, что если вы желаете в этом году сделать рывок, скачок и преуспеть целостно, и особенно если у вас стоит вопрос финансов, а я так полагаю, что у большинства он состоит, тогда сделать просто необходимый акцент, во-первых, на сознании процветания, прямо снова и снова заявляя, что я процветающий, и я выбираю процветать, и никаких гвоздей, и не соглашаюсь на меньше. И, естественно, если вы процветающие, то спрашивать снова и снова, как представящий человек, что я могу сделать для мира, для людей, что я уже могу сделать, чему я уже могу обучиться, какой флот я могу нести, постоянно быть в вопросе и постоянно быть в осознанности и чувствовать себя. Конечно же, это стоит делать из состояния медитации, из состояния мира в душе, находясь в потоке жизни, в творческой ане, из напряжения, из паники, незнания, что делать, тем более из сомнений, неверия. Всё это, конечно же, стоит убрать. Прямо если вдруг вы это ощущаете, то сегодня прямо медитация, скажите, творцу, когда мы будем делать медитацию, чтобы всё, что у вас поднимается, чтобы всё выгружалось мгновенно, преобразовывалось, и у вас было поле, пространство и импульс. Получить созидательную информацию, а не сабортировать себя. Дисциплина в действии меняется. Хорошо. Да, программа поднимается, и это ничего удивительного, мои хорошие, я вам говорила об этом. У нас есть множество инструментов, с этим справляться, и, слава богу, что-то есть. То, что сложно, просто делайте возможное. Если что-то вы не привыкли делать, это о том же, как мы не привыкли, допустим, даже ходить. Когда мы не умели ходить, мы ходили маленькими шажками, либо мы ползали к цели. Делайте то, что уже знаете, и спрашивайте, как я могу преуспеть в этом, как я могу делать это ещё лучше. Творец, покажи мне, какой потенциал во мне есть, чтобы и моя способность делать всё, что необходимо делать, была прямо на уровне совершенства знания. Сегодня мы с вами в медитации также загрузим пакет информации, знаний из информационного поля, всё, что необходимо каждому, чтобы из ваших намерений вы начали действовать, и ваши действия привели к конкретным результатам. Согласна, что питание тела, вообще тело — очень важный элемент нашего состояния, нашего способности действовать. И я очень рада, что прямо сейчас я прохожу сама с девочками интуитивную анатомию. Процессы запустились очень хорошо, и действительно, очень хорошо прокачивается тело. Если тело зашлакованно, то это как внутренне, так и во внешнем мире препятствия, ограничения и так далее, блоков больше просто. Очень согласна с вами, Татьяна. Поэтому, если это ощущаете, можно начать питание другу поменять, возможно, если вы желаете, чистку организма, можно запустить только делать это плавно, не резко, чтобы у вас была энергия на всё остальное. Что касается гриппозного состояния, я ещё раз говорю, вы видели, как я чувствовала вчера. У нас вчера была система дыхательная, анатомия интуитивная, и у меня очень запустился процесс, очень сильно раскрылись лёгкие и пошёл выход из всяких энергий, обид, в том числе и на мужчин, и чихание, и так далее. И всё же, когда я понимаю, что у меня ещё курс, я просто села в медитацию, попросила отворца, чтобы прямо всё слить, всё, что во мне сейчас приносит дисбаланс, дискомфорт, прямо выгрузилось до чистого листа. И вы не поверите, всё вышло, вот прямо так мгновенно, весь вечер я делала раскупки, и сегодня чувствую великолепно. Поэтому не надо зависать на этих состояниях, которые у вас возникают, просто если сами умеете, то делайте сами, если нет, то просите помощи. Да, я прошла огромный путь, и сейчас, конечно, заправляются результаты соответствующие. И пускай вас это вдохновляет, и плюс ко всему, будьте реальны, то есть живите свою жизнь, и делайте свои шаги, ставьте свои намерения. Возможно, у вас не будет таких целей, как у меня, так или иначе, это процесс, это восхождение. И если вы совсем-совсем вначале пустили бы там, ну, на каком-то отрезке, и вам кажется, что вам далеко, до какого-то уровня, делайте то, что вы можете делать. Нет необходимости смотреть на меня и сдаваться, и бояться этого. Поставьте свои цели, посильные вам, и сделайте этот скачок, вырастите. Если вы поставите себе посильные цели, то, что вы можете делать сейчас, то, что вы ощущаете, что вам необходимо, и вы проведете 7 месяцев этот процесс, вы достигаете успеха, тогда в следующий этап вы сможете поставить ещё больше задачи, больше целей и гораздо быстрее вырасти, быстрее, чем я и так далее. Поэтому не важно, где вы находитесь, в начале, либо в середине пути, либо там, где я, это совсем не важно. Главное, чтобы вы поменяли привычки, поменяли паттерны, проработали себя хорошенечко в этом процессе, в этом проекте, чтобы у вас произошёл сдвиг и в осознании, и в действиях, и в паттернах, и в привычках, и в ощущении себя, и в глубине. А всё это будет дано на курсе. У вас будет такой ресурс, у вас будет глубина, у вас будет включённость. Поменяется сознание, очень много всего произойдёт за 7 месяцев для тех, кто будет участвовать и будет действительно принимать участие и выполнять всё. Поэтому рост будет огромный. И уже исходя из этого роста, вы сможете дальше действовать гораздо быстрее, чем, допустим, вы остались бы на этом уровне. Вот представьте, для многих из вас то совсем-совсем в начале пути, и вы совсем не знаете, что делать с деньгами, и с любимым делом и так далее. Если вы не сделаете ничего, чаще всего мы там же остаёмся. И всё же, если вы полагаете усилия и сделаете шаги, действия, работа над собой, над своей душой, телом, состоянием, сознанием, над бизнесом, над навыками и всё остальное, над всеми пунктами, тогда через 7 месяцев вы увидите, насколько вы вырастите. У вас будет другое восприятие, другие вибрации, другая энергия, другие результаты, другое видение, другие возможности, другая скорость, и тогда вы уже сможете делать ещё больше скачок. Так и у меня было, мои хорошие. И ещё такой вопрос. Смотрите, вы пишите, у меня другая проблема. Давайте вот прямо сейчас осознаем, что никаких проблем нет. Либо вы видите это как проблему, либо вы это видите как возможность. И за любой проблемой, которую вы видите, либо за любым страхом, стоит потенциал, стоит ресурс. Пройдя ваш страх, ограничение, вы откроетесь огромному потоку энергии самой жизни, которая даст вам то, что вы хотите. А если вы не откроетесь, если вы боитесь и останьтесь, то так и получается. Если болит голова во время того, как вы ставите цель и думаете об этом, возникают страхи, сопротивление поднимается, всё это. То же самое, те же процессы сурсов медитации. Углубляйтесь, поднимайте это всё, превозовывайте и идите дальше. Ставьте, может быть, перед сном, слушайте сессию баров, прямо делайте запрос, чтобы творить всего сущего ночью, пока вы будете спать. Всё, что является препятствием, у вас преобразовалось. Я вам сделаю несколько коротких медитаций именно специально для того, чтобы вы могли это всё быстро делать. У кого управляется в теле, какие-то боли, сегодня мы работаем, я уверена, что всё пройдёт. Рассеянность, нужно войти в колею курса. Сегодня день прошёл не по плану. Ничего страшного, серьёзно говорю. И у меня иногда день идёт не по плану. Ничего. Прошёл день-два, даже, может быть, и три пойдёт не по плану. Всё равно вы понаблюдали за этим. Я же вам говорила, это вот тот процесс проходит, который я проходила. Какое-то время я хотела сделать это, 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 но не получалось. То одно, то другое, то занятое и так далее. И я наблюдала, как я всё это не делала. И если вы осознаны, если вы всё-таки не падаете духом, у вас всё равно это намерение остаётся, вы ещё больше ещё набривались снова и снова это всё-таки достичь, либо к этому прийти, вы усиливаете своё намерение. И по мере осознанности вашей у вас всё равно произойдёт прорыв, и вы начнёте всё-таки делать то, что вы хотите сделать. Главное, чтобы вы видели, что у вас просто не получилось, либо что-то было на пути, и тогда вы даже можете про себя проговаривать. Я усиливаю, вот допустим, это намерение в миллиарды раз, чтобы в моём сознании, в моём головном мозге создалась ещё более мощная неровная связь, чтобы сила этого намерения усилилась там в безграничных количествах раз. И засыпаете с этим. Это у вас отпечатается, неровная связь усилилась, наполнится вашей силой, намерением, и тогда будет проще к этому идти, тогда меньше будет сопоставления, меньше будет препятствий. Хорошо. Что-то ещё есть у кого-то, что желаете озвучить? Эмоции могут подниматься, особенно поначалу. Смотрите, как мы расширились, как мы заявили с вами, круто. Ничего страшного, просто наблюдайте. Максимально оставайтесь в осознанности, и даже если у вас тело действительно эмоционирует, тело просто разрывает, лучше всего в этих случаях просто молчать, осознавать, что с вами это происходит, наблюдать, не смущаться, не переживать, не винить себя за это и так далее. Просто помолчать, понаблюдать и попросить в помощь. У вас есть всегда возможность попросить в помощь, у англоохранителей, пространства, Творца, чтобы это у вас мгновенно преобразовалось. Вот я уверена, те из вас, кто обучился баром, вы наверняка это умеете легко делать. И даже если вы не обучались, просто себе проговорились точка создания, точка решения всего того, что поднялось и всё. И очень хороший бар есть такой мир и спокойствие, доброта, благодарность. То есть как только у вас поднимаются эмоции, зашкаливают там агрессия, ненависть, гнив, раздражение, может быть осуждение, тут же про себя, глубокое тета, глубокое дельта, мир и спокойствие, доброта, благодарность, точка создания, точка разрушения. И дальше. И поймите, что никто не виноват, и в том числе и вы не виноваты в том, что поднимаются эмоции. Это процесс преображения себя и раскрытия себя. Если мы долго-долго всё это в себе копили, прессировали, скапливали, да, когда-нибудь оно должно выйти. Если вы оплачиваете, пока не в курсе, да, конечно, вам запись вышла, безусловно, только для тех, кто будет участвовать в курсе. А все остальные, всё хорошо у вас, да? Если всё, если вот больше ничего нет у вас, нет вопросов, и всё хорошо, по первым вымням, и вы уже в процессе. Давайте посмотрим, а кто доволен собой? Кто доволен собой? Как вы начали? Как вы статарнули? И кого это вдохновляет, наполняет? И вы прямо на волне? Поставьте, допустим, цифры, как вы можете оценить вашу волну, ну то есть ваше вдохновение, ваше состояние в целом. Даже если там были какие-то отклонения. Насколько вы уже вот сейчас в ресурсе и на подъёме? Я ещё вам говорю, что как мы делаем что одно, мы делаем всё. Если усиливается внешний негатив элементарно, просто без паники, без суждения-осуждения, без чувства вины, останавливайте вечерком, либо утром лучше всего, идёте в медитацию и преобразуете в свой внутренний мир, наполняете его светом и внешний, и внутренний. У вас очень много инструментов, на самом деле, есть уже в Ютубе. Вы можете и пространство очищать, и бизнес очищать, и своё тело исцелять. Очень много всего есть. Просто делайте шаги. Да, этот проект о том, чтобы полюбить себя, прийти к себе и делать конкретные шаги, чтобы у вас всё было хорошо, а не просто ждать с моря погоды. Вот чаще всего мы ждём, думаем, ленимся, спим, сидим, сепуем на жизнь и так далее. Здесь, вы сами это выбрали, надеюсь, да, проект, где задача стоит пробудиться реально, найти мир в себе, а это значит пробудиться от сна, потому что всё остальное приносит страдания. В большинстве из нас, если мы не в мире, не в тишине, не в глубине, то это страдания, это мысли, это эмоции, это переживания и так далее. Поэтому для того, чтобы найти мир в себе, в себя нужно нырнуть. Для этого необходима и медитация, и исцеление, и остановка ума, и работа над собой, и осознание себя. Давайте взаимно так, я вам сброшу в ближайшее время каждому, кто в проекте, те медитации, которые, я считаю, являются такими сильными и могут быть для вас полезными. А вы уже сами выберете, какие смотреть из них, потому что многие, возможно, вас не знают, там их очень много. Хорошо. Итак, я предлагаю сейчас пойти в практику, потому что, в принципе, я поняла, не так всё плохо у вас, у многих всё хорошо, и если вдруг кому-то очень плохо, просто пишите, даже если я вам не отвечу, это значит, я посылаю просто вам любовь и молюсь о вас, чтобы у вас всё выровнялось. Итак, усаживаемся комфортно, закрываем глазки, как всегда, руки и ноги не перекрещиваем, спина прямая, и призовите ваше божественное присутствие, я есть присутствие, призовите ваше высшее я, в вашу группу поддержки и направление в этом воплощении, и давайте выявить намерение, чтобы наша практика была глубокой, эффективной, результативной и привела каждого из нас ещё больше к миру в себе, к ещё большей степени и осознанности, и к ещё большей готовности и с настройки с миром, и внутри, и внешним миром. И тема нашего сегодняшнего занятия это синхронизация наших намерений, действий и результатов в этом проекте. фокус внимания в центре груди и из центра груди мы сознанием опускаем через стопы ног в самый-самый центр земли, в самое сердце матушки земли и формируем и формируем в сознании мощную сферу энергии кундалинии земли и поднимаем эту сферу выше, выше, выше к поверхности земли. Энергия проходит через стопы ног, через всё тело, наполняет ваши клеточки проходя через каждый из центров исцеляя, балансируя, активируя потенциал каждого из центров до коронного. Огромная сфера над головой и ваше сознание, фантом вашего тела находится внутри этой сферы энергии, внутри безопасного пространства и мы сознанием поднимаем сферу вверх, выше, выше, выше к звёздам, выходим за пределы Вселенной. Проходим пятый план бытия, поднимаемся выше, 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 ещё, ещё, ещё. Проходим пространство золотого света с сознанием вознесённых мастеров и поднимаемся выше, 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 ещё, ещё, вверх, вверх, выше, 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 проникаем в нашу стопу логотия, входим в окно и ощущаем, как сфера энергии растворяется. И каждая точка тела начинает сливаться с перламутрыми жемчужинами, энергиями Творца Всего Сущего. И мы поднимаемся выше, 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 еще, еще, еще. Вверх, вверх, выше, выше, выше. Расширяем сознание, тело, все, чем мы являемся до вечности, бесконечности. Тотально сливаясь со всем, что есть. Еще, еще, еще. И если в теле прямо сейчас есть дискомфорт, есть напряжение, боль, тяжесть, сопротивление, сомнение, страх, неверие, лень, может быть, есть любые блоки, зажатости, позвольте. Всему этому легко и просто, экологично, безопасно, благостно превразиться в свет Творца, творить пока живни, и еще больше. Расширяемся, углубляемся, расслабляемся. Ощущаем, видим чувства, мы знаем, как расслабляется и расширяется каждая клетка тела, каждый орган, каждая система, каждая фибра души. Еще больше расширяемся, еще больше погружаемся и расслабляемся. И давайте на следующие 15-20 минут забудем о все том, что происходит во внешнем мире и поставим себя в центре. Ваше состояние, состояние вашего тела, сознания – это самый главный ресурс, самая важная, составляющая вашего успеха, целостного успеха в вашей реализации, самореализации. И даже если у вас главная задача на этот курс выстроить предсветания, выстроить свои финансы, осознавайте, что также ваше самочувствие, ваш мир в душе, состояние вашего тела, ваш ресурс, ваша энергия, уровень энергии, уровень вибрации, вашей мысли ваш настрой – это то, что создает ваш успех, ваше процветание. Поэтому, возможно, многие из вас осознают, что вы готовы предложить и усилия, и шаги, и действия совершить для того, чтобы и полюбить себя, свое тело, позаботиться о себе, вспомнить, кто я есть, позаботиться о теле, о своем состоянии, расширяемся еще больше, еще, 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 еще больше расслабляемся. И давайте вот прямо сейчас видно все, что вас связывает с прошлым, любые ограничения, с прошлым опытом, с прошлым, возможно, неуспехом, с прошлой памятью, с прошлыми взаимоотношениями. Все то, что перестало служить и быть нужным вам, прямо сейчас, видим, как все это завершается, превразуется, разрываются нейронные связи, все те, которые снова и снова вас приводили в тупик, снова и снова приводили вас к негативным мыслям, к негативным ощущениям, к расстройствам и болезням в теле, состояниям лени, тупика, страха, злости, агрессии, бездействию, самослаботажу. и все те же реакции, все те же энергии, либо связи, которые вы уже создали, как зеркалка для будущего, тоже видим, как все это превразуется прямо сейчас из Творца, и мы погружаемся глубже, 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 еще, 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 более глубокая ТЭТА, еще более глубокая ДЕЛЬТА, вечность, бесконечность, великая пустота, звенящая тишина, пространство безусловной любви, ультравеликая реальность, и расширяемся еще, еще больше, вечность, бесконечность, и я предлагаю сейчас сделать повеление Творцу Всевысущего, я сделаю это вслух, а вы можете сделать это для себя, Творец Всевысущего, повереваю в самоблагостном, наилучшем, изящным, комфортным, экологичным, безопасным способом для меня и всего окружения, всего, что есть, синхронизировать меня с моей душой, с совершенной душой, и синхронизировать все те цели, задачи, намерения, которые я прописал, прописала, и буду прописывать, синхронизировать с моими действиями на каждом этапе проекта, на каждом этапе пути и синхронизировать с самыми лучшими и возможными результатами, и поливаю, чтобы все изменения, которые прямо сейчас произойдут с настройкой синхронизации, которая произойдет, послужило для наилучшего блага меня, наилучшего блага всех и всего, что есть. Благодарю, свершилось, свершилось, свершилось. Творец, покажи мне фокус внимания в центре груди, и одновременно вы ощущаете, воспринимаете вечность, бесконечность, и тут же видим, чувствуем, знаем, как поистине Творца запускается процесс с настройки, синхронизации каждого, каждого вашего желания, истинного намерения, каждой вашей цели, задачи поставленной, каждого ваше действие, шага и синхронизация с настройкой проявления самого наилучшего, 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 результата в каждой сфере жизни и увидите, как это проявляется и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. еще раз глубокая Тета, глубокая Дельта и по мере синхронизации, по мере с настройки, по мере восхождения по спирали эволюции, по мере усиления восходящего потока из глубины вашей души, видим, чувствуем, знаем, сознаем, как преобразуются тут же любые препятствия, любые ограничения, любые блоки, любые зажимы в теле, любые контрнамерения, любое сопротивление, любой саботаж, любые сомнения, страхи, боль, все правильно, неправильно, хорошее, плохое, точка создания, точка разрушения, все совершенно, что перестало служить каждому из нас, видим, чувствуем, знаем, как в каждом мгновении, здесь, сейчас, всегда, мгновенно преобразуется, растворяется, завершается, глубинно, многомерно, сквозь всю спираль времени в прошлом, настоящем будущем, везде и всегда, во всех параллельных мирах и альтернативных реальностях. Творец, покажи мне и увидите, ощутите каждой клеткой вашего тела, каждой фиброй вашей души, осознайте ваш безграничный ресурс, который прямо сейчас раскрывается для каждого из нас и о нашу способность благостно, изящно, эффективно, разумно, экологично взаимодействовать с энергиями, с ресурсом для проявления самых наилучших результатов и, конечно же, для того, чтобы посеять самые наилучшие сочные семена, иметь способность и увидите, как вы семинаете все семь месяцев, весь год и всю вашу жизнь поливаете и как всходят деревья, всходят растения, появляются цветочки, плоды и еще и еще раз с каждой крепкостью своего тела, каждая фибра души. Если желаете, вы можете прозвучать, что это ваш выбор быть процветающим, заявите всему миру, всей Вселенной, Богу Творцу, что я выбираю процветать, я выбираю созвоить и проявить это процветание самым благостным, наилучшим, комфортным, изящным, чудесным образом. Я процветающее, я процветающий. И снова и снова пусть эта мантра звучит в каждой крепке тела, в каждой фибре души. Прямо сейчас даются мощные нейронные связи, которые и позволят вам быть в ресурсе, принимать нужную информацию, нужные идеи, совершать необходимые шаги шаги и проявлять наилучшие и наивысшие результаты. Прямо сейчас происходит синхронизация всех этих трёх аспектов намерения, импульс, действия, шаги и результат происходит в вашем головном мозге, создаётся множество нейронных связей, где вы совершенно абсолютно знаете, что всё сделано, всё пройдено, совершено, проявлено самым благостным, наилучшим образом. И прямо сейчас, если вы согласны, я сделаю намерение, я сделаю запрос, чтобы каждому из нас загрузился блок информации, блок знаний, пакет знаний из информационного пространства каждому из нас в зависимости от вашего запроса, от вашего вида деятельности, чем вы занимаетесь, чем вы будете заниматься, чтобы необходимые знания, информация, навыки поистине ворота прямо сейчас с каждым из нас загрузились и легко и просто ваше подсознание, в ваш мозг расшифровал воспринимал эту информацию, синтегрировал и проявил в конкретных решениях, действиях, шагах, проявлениях. Если вы согласны, просто говорите «да» и к успеху и к получению дара. Поэтому, если желаете, вы можете про себя говорить «да», 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 «благодарю», 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 «я люблю тебя», «я люблю тебя», «я люблю тебя» снова и снова можете говорить миру, жизни, самим себе и увидите, осознайте, ощутите, как необходима информация по всем сферам жизни и идеи, и знания, и опыт человечества загружаются каждому из нас для того, чтобы мы и раскрыли мир в душе, и раскрыли и связывались как Личность, и сотворили здоровое, красивое, молодое, патентное, ресурсное тело и создали любимое дело, бизнес, вышли на новый уровень, процветание, при этом создали гармоничные, здоровые, партнерские отношения в любви и доверии, почувствовали и мир, и счастье, и радость в семье и в окружении, и чтобы у каждого из нас также было и осознанное видение знания и конкретные действия, способность посеять множество семян для проявления вклада в мир, творить покажения и просто наблюдаем сейчас за процессом, принимаем загрузки, и пускай это будет по вашей воле и все, что Бог приготовил для вас, если вы желаете, вы тоже можете запросить, потому что Высший Разум, сама жизнь знает, на что мы способны, знает наш потенциал, ресурс, и если мы согласны, чтобы Бог для нас выбрал самое наилучшее, и говорим, что пускай моя воля совпадает с волей самой жизни, тогда в этом случае всегда мы получаем по максимуму, потому что у Бога отсутствуют ограничения, творить покажи мне, еще, 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 давайте для того, чтобы Вы хорошенечко и расслабились, и приняли энергию, ресурс, чтобы Вы его осмотрировали, я также включу все 22 измерения, 22 энергии Мироздания, Божественную суть каждой энергии в каждом из нас, для еще большего и проявления еще большей синхронизации, еще более глубокой связи с внутренним и внешним миром, и так, первая энергия Мироздания, вторая энергия Мироздания, третьей энергии Мироздания, четвертой энергии Пятой энергии Мироздания, шестая энергии Мироздания, Седьмая энергия мироздания Восьмая энергия мироздания Девятая энергия мироздания Десятая энергия мироздания Одиннадцатая энергия мироздания Двенадцатая энергия мироздания Двенадцатая энергия мироздания Двенадцатая энергия мироздания Пятнадцатая энергия мироздания. Шестнадцатая энергия мироздания. Семнадцатая энергия мироздания. Восемнадцатая энергия мироздания. Девятнадцатая энергия мироздания. Двадцатая энергия мироздания. Двадцать первая энергия мироздания. Двадцатая энергия мироздания. Двадцатая энергия мироздания, солнечная шампла, безграничное бытие, сознание блаженства и примите потенциал каждой энергии, божественную суть каждой энергии, ресурс, знание и истину Творца. И увидите, как и ваше намерение, и задачи, и цели, и шаги действия, и результаты также среконизируются с мирозданием, с энергией мироздания. И появляются самые-самые наилучшие результаты, ваша среконизация расцветает, раскрывается в её божественной сути, в полном смысле этого слова прямо сейчас, по готовности и возможностей каждого из нас. Творец, покажи мне. И вы чётко знаете, что это возможно, вы сделали это, вы можете это, это доступно, это возможно, вы достойны делать это прямо сейчас, принять всё это. Творец, покажи мне. Творец, покажи мне. Очень хорошо. А сейчас многомерная интеграция всего того, что произошло с каждым из нас. возвращаемся ещё больше степени в тело, вот здесь, сейчас, в эту физическую реальность. Формируем вашу ауру, в ваше поле, в вашу сферу сознания, в вашу целостность, многомерная интеграция. И, якорим, способность жить в моменте, в потоке, в здесь, сейчас, в наивысшей и наилучшей версии себя. Творец, покажи мне. И создавать наивысшую и наилучшую реальность, наивысший и наилучший, самый интересный вариант событий и результатов. Хорошо. Ещё раз интеграция. Прямо сейчас увидите, как вы наполняетесь ещё большим святого Творца. Почувствуйте свою ресурсность, наполненность, лёгкость, благодарность самой жизни, Богу Творцу, Матушке Земле, самим себе, Богу в себе, окружению, родным, близким, всему, что есть. И заземляемся в самом-самом центре Земли, в самом ядре Земли. В ядре Земли мы закручиваем энергию к удалению Земли и поднимаем сферу к поверхности Земли через стопы ног, через всё тело. Открываем глазки. И на этом мы завершили нашу практику. Дайте, пожалуйста, мне обратную связь, как она для вас пошла, что вы чувствуете. И если вопросов нет, то мы на этом завершим. И завтра у нас снова занятие, завтра мы сделаем другой процесс. Если вдруг будут вопросы, то приготовьте, так, чтобы это было эффективно и полезно для вас. Я с вами прощаюсь всем. Благодарность и признательность за участие, за присутствие, за смелость, за выбор. И всем нам добрый путь, успехов всем нам. С вами была Татьяна Боддингтон.